Народы, видос по скидкам. Если хотите меня отблагодарить, можете воспользоваться моей реферальной ссылкой в описании, если соберётесь что-то купить по ней. Всем привет! Улитки вновь выкатили большую распродажу. Так как вас очень интересуют скидки и вы постоянно меня спрашиваете, что я думаю по поводу них, какие они будут, то давайте сейчас с вами и посмотрим, что купить, во-первых, внутри клиента игры, ну и самое главное, какие вообще скидки. И скидки здесь следующие. С 26 апреля по 6 мая доступны следующие скидки. На покупку танков за золото и за серебро 30% скидки, кроме полковой техники, техники боевого пропуска и обновлений последних. Но опять же, сейчас мы это всё внутри самой игры увидим. Также доступны скидки на модификации, талисманы и дублёры. И, конечно же, самая главная скидка среди вот этого всего, это скидка в 50% на премиум аккаунт. Вот это то, что вы должны покупать на таких скидках, если вы вообще хотите тратить деньги в игру. Потому что это первое и самое главное, что вам поможет прокачиваться, не уходить в минуса. Хотя и так, наверное, сейчас тяжело выйти в минуса. Ну, в общем, вы будете так и лучше фармить, и быстрее прокачивать. И премиум аккаунт с 50% скидкой, а не с 30% это лучшее вложение. Ну, и с 6 по 13 мая будут ещё скидки на наборы. Какие будут наборы, мы не знаем. Но, скорее всего, будут те же самые 30% скидки на наборы, кроме последних там пары обновлений. А теперь пойдём в игру. И я буду рассказывать вам про прям всю технику, которая есть. А будет на неё скидка, не будет, не знаю. Вот. Просто будем говорить о том, что из этого всего дела стоит покупать. И, в общем-то, в клиенте игры я создал новый аккаунт для того, чтобы видеть, что покупается за голду, чтобы вам было проще ориентироваться, что будет покупаться набором. Тут тоже это всё дело видно. Итак, давайте приступать. Начнём, наверное, с Америки. Ну, очевидно, пойдём по списку. За Америку. Если вы хотите прокачиваться именно вот восьмой ранг, вся фигня, просто чтобы купить прем именно для прокачки, то вам нужен какой-то танк либо шестого, либо седьмого ранга. Это сложные машины, но, тем не менее, они для этого доступны. За голду вы можете приобрести себе вулфпак здесь только. И он безальтернативен. Техника не самая простая, но он вполне себе нормальный. У него нормальный снаряд, хороший тепловизор, да, он уязвимый, но с этим можно смириться. Но, конечно же, более универсальные танки типа Абрамсов будут интереснее. Но они все наборные. Что ХМ-1 как прототип Абрамса, что М1 КВТ, что М1А1 Кликбейт — это всё наборная техника. Причём, вероятно, вроде как Кликбейт — это набор вообще недавний, и на него скидки, ну, не должно вроде как быть. Так что ваш, наверное, выбор — это М1 КВТ. Он, во-первых, седьмого ранга и прокачает вообще всё, в отличие от ХМ-ки. Ну и, во-вторых, этот танк играется хорошо. Это довольно быстрая техника, у него есть броня, скорострельность, более-менее вменяемая пушка, жить с этим можно. У Абрамса, конечно, орудие не позволяет пробивать всё насквозь, но, с другой стороны, выучите зоны пробития или будете стрелять всегда в казённик — это беспроигрышный вариант. Поэтому, на мой взгляд, ваш выбор — это либо вулфпак за голду, если она у вас просто уже есть, либо лучше, конечно, взять наборный М1 КВТ. Кликбейт тоже хорош, просто на кликбейт, возможно, не будет скидок. Но вообще танк приятно играется. Так как здесь боевой рейтинг ниже, то играть будет чуть-чуть проще на КВТ. Вот, в этом и смысл. ХМ-ка норм, но просто она выпала из меты, на мой взгляд, на текущий момент времени, поэтому зачем? Просто непонятно зачем. Если денег в хуры не клюют, можно. Что можно купить для того, чтобы фаниться? Давайте с самого начала. Это всё нам неинтересно. Здесь, среди вот этого всего, можно подумать насчёт РАМ-2. Танк очень своеобразный и не вот прям мега весёлый, но хотя бы более-менее нормальный. Также можно подумать из хорошей техники здесь над Блэккэтом. Просто Хеллкэт, но премиальный. Техника классная. На нём можно будет фармить. Он достаточно неплохо зарабатывает. И при такой стоимости действительно неплохой вариант, чтобы прокачать 4 ранг и в целом весело играть. Также, довольно неплохо играется Т-14, несмотря на все нерфы. Он и фармит, и более-менее танкует, стреляет, стабилизатор, вся история. Т-28 для ультраценителей. Это 95-ка без дополнительного ряда гусениц. То есть, мега-медленная техника, но с нормальным стволом и мощнейшей бронёй для своего боевого рейтинга. Супер Хеллкэт я бы на текущий момент времени брать не стал, когда есть обычный. Он играется проще, но в целом норм. Опять же, у него отличные коэффициенты фарма. Если у вас получится с ним справиться, то вариант хороший. Просто на 6.3 есть Т-20, у которого есть стабилизатор. И танк был великолепен на 6.0, его перенесли на 6.3. В принципе, я думаю, он даже на 6.3 более-менее норм. Хотя, уже должен быть, ну, как бы в балансе. Но стабилизация решает, плюс у него более-менее хорошая подвижность. Танк брать можно. По поводу Кобра Кинг я бы подумал, потому что, если играете внизу списка, то максимально больно. Но в топе это, конечно, разнос. Вот. Из дальнейшей техники, которая здесь есть, это прям самое спорное. 4-5 ранг. Техника уже довольно дорогая. При этом прокачка, ну, вам не до конца будет на ней доступна. И тратить такие деньги на неё, если у вас нет техники для прокачки или нет техники для веселья, я бы просто не стал. Но, если из этого выбирать, то, наверное, самый оптимальный вариант Т-29. Скорее всего, на этот пакет будет скидка. И этот танк просто, просто шедевр. Так что, если не хотите прям топовый прем, то 29-ка вам поможет. Очень весело проводить время. Безумно дохрена фармить. В общем, он перекрывает все потребности. Даже этого одного према вам хватит. Да, прокачает только 5-й ранг включительно, но тем не менее. Всё остальное довольно спорное, на мой взгляд. М46 Тигр просто сложный, потому что он довольно уязвимый. Хотя нормальное, в общем-то, орудие и подвижность. Орудие сложное, потому что там два типа снарядов. Придётся постоянно играть в пианино. Хомяки, честно говоря, крайне сомнительные в текущих реалиях. Т-14 просто я, честно говоря, не очень понимаю. Потому что здесь и так будет целая куча лёгкой интересной техники. Ну вот, а он ещё и с кумулятивами довольно странно себя ведёт иногда. Ну вот, тот же самый першинг с ракетами. Это прикол ради. То же самое касается Калиопа. Они просто безумно дорогие. И зачем их покупать, не знаю. Так что, как итог. Если хотите прокачать ветку, то берёте КВТ или Вулфпак. Можно подумать над кликбейтом, но вряд ли на него будет скидка. Если хотите фаниться, тоже перечислил. Идём к Германии. У Германии тоже полным-полно всякой разной премиумной техники. И если мы хотим прокачивать эту нацию, то у нас есть следующие варианты. На мой взгляд, самый лучший вариант для всего вот этого вот из топа. Это там 2 АП. Во-первых, он дешёвый. Сравнительно с наборами, если сравнивать к заголду. Потому что по скидке доступен. И танк великолепен. По нему был видос, по-моему, не так давно. Он действительно хорош. А если вы не хотите там 2 АП, то что мохнатый Леопард, что Леопард 1А1, это неплохие танки. И брать их можно. То есть, по сути, вы не ошибётесь, если возьмёте любой танк из этих для того, чтобы прокачивать наземную технику. До восьмого ранга включительно прокачает вам Леопард. Эти прокачают до седьмого включительно. Ну, тут типа докачать не так много останется. Вот. И по боевому рейтингу они приятнее. Играются на них чуть проще. Хотя, купив мохнатого, вы тоже не ошибётесь. Теперь, что касается повеселиться. Для повеселиться у вас есть Панцер 2С. Но это странно покупать. Он и в ветке есть. Также для повеселиться у вас есть КВ-2 немецкий. Разумеется. Он имеет смысл. И он неплохо фармит. Для повеселиться у вас здесь ещё стопудово есть Брумбар. У которого 150-мм ствол. И в аркаду он будет прям... Также, конечно же, здесь имеет смысл покупать КВ-1С. Это вообще лучший, так сказать, прем средних рангов, на мой взгляд. Один из. У него хороший коэффициент фарма. Он имеет нормальное регулярное орудие, в отличие от КВ-2. У него мощная броня. В общем, танк зашибись. Можно подумать над Ягдпантерой. Но я на ней давно достаточно не играл. Хотя техника вроде как неплохая. Но единственный момент. Опять же, вот среднеранговые премы типа 4-го, 5-го ранга. Это просто странный выбор. Они вам не всё прокачают. Стоят дофига. Но, в целом, не будет ошибкой посмотреть в сторону Яги. Опять же, очень сложная М47 и гевённая рушка, потому что перезарядка и отсутствие урона. И всё. На этом, собственно, тут дальше идут наборные танки. Турм 3-й хорош за набор. Но просто это очень-очень-очень дорого. И для прокачки ранг маловат. 5-й ранг. Я бы, наверное, всё-таки смотрел на там 2 АП. Но играется неплохо. Дизельный Тигр Королевский. То же самое, как и 29-ка. Если будут скидки на наборы, а скорее всего на него будет скидка, то это хорошая техника. Играется приятно. И, в общем, он реально хорош по всем своим параметрам. По Тиграм Королевским были, по-моему, видосы относительно недавно. Ну, 34-ка немецкая на 4.3 уже не так возбуждает наше нервное окончание. Мне кажется, можно как бы и без неё обойтись. Хотя танк, в принципе, нормальный. Вопрос только, как бы, зачем она вам будет отдельно. Когда это всё-таки уже стало не настолько весело. Ну, и вот как-то так. Из уникального и необычного это Панцерверфер. Играется, в принципе, норм. Тем более, когда ему добавили прицел. Как РСЗО, я имею в виду. Но, в целом, опять же, чисто фан-машина. И, опять же, фан будет не всегда. Поэтому много раз подумал бы. Далее идём к Советскому Союзу. Вот сейчас совколюбы обрадовались. Давайте посмотрим, на чём это дело качать. И, на мой взгляд, ну, самое простое, на чём её качать, это, конечно же, УД-шка. Но на УД-шку вроде как скидок нет, да? Поэтому можно думать насчёт либо Деривации, на которой уже есть скидка, либо ждать Турмс. На самом деле, вот, если мы сравниваем вот эти вот топовую технику советскую, то они, в принципе, все плюс-минус равны. У Деривации одни сильные стороны. У Д-шка мне лично больше нравится за счёт более крепкой брони, чем у Турмса. Ну, Теплока нет. Я просто привык уже играть без Теплока. Она без скидок. Ну, блин. Без скидок покупать её как бы и не хочется. Поэтому здесь, на самом деле, выбор среди, так сказать, всего средненького. И что из этого брать? На мой взгляд, конечно же, Турмса, если по скидке, если не по скидке, УД-шку. Потому что просто тупо универсальнее. Деривацию можно, но без сетапа на ней играется прям плохо, на мой взгляд. Далее из того, что, собственно, весёлое и на чём ещё можно прокачиваться. 55АМ, наборный, на который, скорее всего, будет скидка, хоть и шестого ранга и прокачает вам седьмой, то есть восьмой нет. Но это вообще лучший вариант для того, чтобы вообще качаться. И он и самый весёлый, потому что низкий БР, броня есть, орудия классные, каморники, ломы, всё есть. Короче, это самый офигительный выбор среди вот этих всех среднячков. Но при этом он не прокачает вам Т-80БВМ и АМ-ку. Но, опять же, докачать три танка восьмого ранга, почему бы и нет? Вот если бы выбирать, то вот это. Весело играется ТО-55, в общем-то. Но, опять же, когда есть АМ-ка, просто зачем вам вот эта 55-ка, когда есть вот эта? Что из весёлого? Из весёлого здесь. На самом деле много чего. В первую очередь Т-35. Вот это реально интересный многобашенный танк, хотя и стоит дорого. Он очень живучий, у него хорошее орудие, в принципе, можно жить. Т-126 просто имеет дикую броню и иногда вытворяет просто какие-то безумные форты или против вражеской команды. А также из того, что здесь ещё интересно, это Т-34-57. Тоже один из лучших, так, среднеранговых премов наравне с М4А2. Оба танка охренительные, оба стоят недорого, оба фармят, и оба играются неплохо. Фармит, конечно, вот этот Шерман получше. КВ-2 для оценителей бабах. Ну, на самом деле, хорошая штука. Учитывая, что у него 107-мм, хоть и нерфлено много раз, но всё ещё пробивает и всё ещё ваншотит практически всегда. Но если вы хотите ваншотилку, то посмотрите в сторону Т-44-122. Или КВ-122, что ещё лучше. Этот танк безумно фармит. У него мощнейшая пушка для своего боевого рейтинга. Боевой рейтинг, кстати, достаточно невысокий. И играется круто за счёт наличия башни. Поэтому я бы подумал насчёт КВ-122. Сушка сомнительно. Играется норм. Но просто, когда есть 122-й с башней, зачем? Эд просто веселее, быстрее ездит. Но перезарядка ещё дольше, чем у КВ-хи. БР выше. Играется норм, но не обязательно. Т-34-100. Лично я бы не стал, наверное, насчёт неё париться. Потому что, опять же, есть вот 122-е, которые на этом ранге более актуальны. Из наборной техники у нас остаётся ИС-6 122-й объект. ИС-6 играется нормально. Если попадает вниз, то больно. 120-й объект после такого нерфа по БРу, на мой взгляд, не сильно нужен. Так что для прокачки АМ-ка можно подумать насчёт Трумса, Деривации. Ну, у Дэшки просто скидки нет, хотя вариант норм. Ну и тут прям целая куча, чуть ли чё не возьми, то и весело. Ну вот. Далее идём к британцам. У британцев много появилось выбора для прокачки, но, на мой взгляд, всё ещё самый лучший выбор для прокачки – это Руйка 105. Ну, просто потому что это быстрый колёсник на адекватном боевом рейтинге. И из того, что ещё можно здесь выбрать, наверное, можно думать про Халида или Челленджера 2 ОЕС. Насколько на этом будет играть приятно, всё зависит от того, что вы ожидаете от техники. Но, в целом, играя недавно на Блэк Найте, в общем-то, вторые Челленджеры не показались мне отвратительными, хотя они определённо проигрывают всяким там Леопардом. Ну, это сойдёт. Техника сойдёт. Опять же, на него просто вроде нет скидок, поэтому тут имеет смысл думать над Халидом. Но когда есть Руйкат, здесь же на него тоже будет скидка. Нахрена оно надо? В общем-то, что Халид, что Виджаянта – это играбельные танки. Они норм. Но проблема в том, что они норм. А вот Руйкат 105, он прям классный. Поэтому зачем – не знаю. Насчёт ОЕСа сложно сказать. Надо, мне кажется, обзор переснимать, потому что уже я не помню ничего. Челленджер DS. Опять же, первые Челленджеры прям грустнявые были. Я думаю, что ничего не поменялось, поэтому не стоит думать насчёт этого. Что ещё есть? Из весёлого здесь на самом деле практически-то ничего больше и нет. Потому что, ну, Action X – это мда, как бы. Добавить нечего. Это всё у нас, как видите, просто на бирже покупается. AC-шка четвёртая, вроде бы танк нормальный. У него есть даже броня. 17-ти фунтовка. Просто не совсем ясно нафига, потому что всё-таки не настолько это всё весело. Шерман этот, AC-шный Firefly, есть в ветке. Нафига он премиумный нужен? Не знаю, кроме ли с РП-третьими. Ну, это архимусор. То же самое касается Индепендента и Крусейдера. Крусейдер как бы норм, просто это денег стоит. У вас такие же ветки есть. Поэтому британцев тут вообще не хрен выбрать. Ну вот, а среди топов, да, прям можно думать, что из этого хочется. Я бы рассматривал Руйкат, Халид, может быть, ОЕС-ку. Что-то из этого. У Японии. У Японии у нас появился наборный Fuji, на который скидки, скорее всего, не будет. Но это самый лучший выбор. Поэтому, не знаю, ждите скидок. Type 16 FPS как бы норм, да. Но 90 гораздо более стабильно играется и в разы интересней. Из вариантов есть Type 74. Он, кстати, норм. И купить его по скидке тоже можно. Если сравнивать его с Type 16, он, опять же, играется стабильней. Но у него очень своеобразные углы наведения, поэтому могут возникнуть проблемы. Но, в общем, стреляет, ездит, вполне себе сойдёт. MLRS-ка. Ультра-РСЗО-ха для фана. Это архиприкол. Видосы по ней можете найти. И там каждый раз просто можно орать с этих всех историй. Из того, что повеселится, Чину 2 всё ещё хорош, несмотря на 4.3. Хари Прототайп тоже может быть хорош. Но с ним научились бороться. Поэтому не совсем понятно зачем, когда есть, собственно, прокачиваемый Хари Продакшн. Так что я бы не стал, на самом деле, сильно на этот счёт париться. Ну, руго, хаго, вот это всё хрень полная. Чиха тоже, наверное, не стоит. Медленновато он и слишком уязвим. 120-ка не такая весёлая. Поэтому для прокачки Type 74, если хотите, за скидки. Если не хотите за скидки, то фуджик. Дождётесь его. Для архифана этой MLRS-ка можно подумать на Чину 2. Ну, Чину 2 такая сомнительная история. Он норм, играется просто непонятно иногда зачем. У Китая. У Китая следующий выбор. Это ЗТЗ-хоноборная. Либо ВМАХа. Либо Т69-2Г. И что из этого выбирать, честно говоря, мне сейчас сказать сложно сейчас. Потому что ВМАХа раньше мне очень нравилась. Но я на ней очень давно не играл. Вообще, у неё есть хорошее орудие и теплак. И этого, как бы, уже достаточно для того, чтобы веселиться. Тем более, это колёсник на БР-е 8.7. Но более стабильно, наверное, будет играться, опять же, что-то более стандартное. Типа танков. А танки здесь, это вот этот 69-2 и ЗТЗ-х96. На последней, по-моему, я вообще не играл вот на этой. Поэтому даже не знаю, что сказать. Наверное, норм. Но, опять же, БР ниже. Вот есть. 9-0. И это, я уверен, играется нормально. Потому что на 69-ке я хотя бы играл. Что из этого выбрать, сказать мне сложно. Лично я бы, наверное, не парился насчёт танков и брал ВМА-ху. Но надо мне переделывать на неё обзор. ЗТЗ-х есть 59-я. Танк хороший. Кстати, если это то же самое, что и 59-е тайпы, по сути. Но просто 5-й ранг. Вам он всё не прокачает, а денег стоит дофига. Не парился бы. ИС-2. Охренительный танк. Брать его можно для того, чтобы фаниться. Просто очень дорого. То же самое касается 34-ки. Танк абсолютно нормальный. Играть на нём можно. Просто вы потратите много бабла. Есть бульдог на 5.3. Не играл на нём достаточно давно. Но когда делал обзор, он мне понравился. В принципе, это была хорошая техника, чтобы ездить, захватывать точки. Как среднеранговый, относительно недорогой прем. Отличный вариант. Китайский Шерман. Максимально занерфан относительно своего американского собрата. Стоит недорого. Но он не фармит. И не такой весёлый. Поэтому нет смысла. М3 стюарт норм. Опять же, просто непонятно, зачем его покупать. То же самое касается ТС-26. Поэтому среди всего вот этого дела можно думать среди вот этих премов за голду. За ТЗ-ху просто сказать ничего не скажу. Может быть, если кто знает, то скажите в комментариях, как оно. А из весёлого здесь есть ИС-2. Есть, в общем-то, бульдог, который нормальный. И 34-ка. Но так как очень дорого, у других наций есть что-то более весёлое и дешевле. Италия. У нас здесь есть ВРЦ-Ц и ОФ-ка. ОФ-ка хороша. Прям очень хороша. И для прокачки стоит брать её. Потому что зачем вам ВРЦ-Ханнеберри выше ещё и колёсная, когда есть вот эта вот на 9.0? РГО-ху ни за что в жизни. Просто ультра-кал. Поэтому вот ваш вариант для прокачки. Для того, чтобы было весело, здесь есть Тигрис. Супердорогая штука, потому что из недавнего патча. Но, блин, это просто Тигр за Италию. Он хорош. И, в общем-то, на этом тут получается, что и всё. Да, есть Шерман, есть М60-ый. Но вы это всё можете прокачать тупо у Америки. Поэтому зачем это покупать здесь, не ясно. Играется-то как бы нормально. Я думаю, что М60-ый, что Першинг. Но нормально. Вот в этом-то и вся проблема. Не хорошо, не выдающиеся танки. А просто норм. И стало, что здесь ещё есть забавно. Это целели Сахриана. Но я бы не стал на него сильно надеяться. Потому что очень своеобразный танк. Лучше видос про него посмотреть. Он очень широкий и смешно выглядит. Но нет. Это вообще литой Шерман на 3.7. Это ультракек. Ну и Панцер Г зачем на 4.0? Хрен поймёшь, когда есть такой же ветки Германии на 3.3. Ну или аналогичный. Поэтому здесь чисто для прокачки УФ-ку взять и забыть-забить. Потому что Тигрис пока недоступен. Будет скидка на него. Можно брать. И нужно брать. Вот. А, ну из мега начальных танков они просто все представлены в ветке. Не тратьте деньги. У Франции. У Франции из топов есть Супер и есть МТС. Тридцатая. Вот это вот ультракек. Поэтому берите 30 Супер. Это стабильно хороший танк. У него нормальное орудие. Нормальная подвижность. Есть. В общем, всё, что нужно для счастливой жизни. Для прокачки его используйте. Это мега прикол какой-то. Огромный картонный сарай с автопушкой. Без нихрена. Очень не надо. Обычный 30 МХ. Просто зачем деньги на него выкидывать, когда есть Супер. Набор Самуай СМ. Реально крутой танк. Играется приятно. Можно думать, что веселиться это что-то из серии 29-ку, если вы хотите взять или Королевского Тигра. Это дорого. Это, может быть, не так весело, но танк хороший. Можно думать. Что есть из начальных танков здесь веселого? Б-1ТР. Это вот вне обсуждений. Б-1ТР достаточно живучая машина. Может принести море положительных эмоций, но он ничего не фармит. То же самое касается 20 бис. Ни хрена не фармит, но это просто ультра-мега пранк. Потому что это самый огромный танк игры. Или один ИС со 155-мм бабахой. Он не нагибает. Он просто огромный и смешной. И стоит довольно дорого. Поэтому подумайте дважды. Шерман. Опять же, непонятно, зачем брать на третьем ранге. Он сейчас не так хорош, на мой взгляд. Что касается 13-го АМХа с башни Ачафика. Нормальный кадавр. Просто, опять же, не фармит. И зачем, когда есть битер. Да, он веселый. Это тоже, в принципе, может быть веселым. Но уже надо гораздо больше скилла для этого всего дела. Пантера Доффин. На самом деле, мне она казалась лучше, чем она. На самом деле, есть. Ее тут и не сетап, ничего. Вообще, нафига, короче, не ясно. Поэтому дорого, бессмысленно. СС-11, это если вы хотите покончить жизнь суицидом. Это не надо. Точно ни при каких условиях возьмите обычные АМХ 13 ветки и нормально будете играть. Ну и получается как-то вот так. Здесь берем АМХ 30 супер. Ну и можно из начальных танков подумать. Вот 20 бис или B1 TR. У шведов. У шведов на самом деле вот это все, что ЦВ-шка 90-105, что Кристиан 2, это, ну, если и не ультра имбы, то прям мега охренительные танки. Брать можно любой из них для прокачки. Для прокачки можно также брать Леопард. Вот этот вот. Он тоже нормальный. Да, он шестого ранга, восьмой вам не прокачает. Но, тем не менее, так как он за голду, у кого-то, может быть, есть именно голда, и чтобы не тратить деньги на набор, можно брать хороший танк. Нормальный. Из того, что круто здесь. Шведский треугольник. Да, дохрена дорого. Но это вообще абсолютно уникальный геймплей. И посмотрите видос просто, и вы поймете. Это охренительная техника. Брать определенно стоит, если хотите что-то прям вот необычное и действительно нагибающее. СТРВ-81. Ну, это, опять же, если хотите сделать суицид. Потому что есть тоже самые ветки, только без этих бессмысленных птуров. Тут так дорого это стоит, что нет смысла. Лучший шерман этой игры. Это шведский шерман. Брать определенно точно да, если хотите понагибать. Но есть один нюанс. Его сложно поставить в сетап с чем-то сейчас. И самое главное, что он не фармит. Ну, вот просто как бы покататься, пострелять на шермане на хорошем. Опять же, можно просто в американский прокачать. Тоже будет норм. Он не настолько лучше. Вот. И, собственно, переходим к Израилю. Ну, это понятно, очевидно, что нет. У Израиля, ну, рам хорош. Рам прям действительно крут, но у него скидок не будет. Шот Кальдолет нет. Очень медленная, очень скучная техника. Меркава Марк 2Д, наверное, норм тоже играется. Поэтому, если на нее есть скидки, то брать ее для прокачки. Ну, вообще, рамчик тоже как вариант. Вот две меркавы, норм. Из того, что здесь еще можно брать, ничего. Потому что третий магах нахера, а у вас тут этих магахов и так вы будете очень скучно и долго это все качать. Долетка не надо. Пожалуйста. И наборный М51 Супер Шерман. Вот у вас такой же ветки, нафига тратить деньги? Он первый стоит здесь. Так что не надо. Из того, что можно пройтись по вертолетам посмотреть. Давайте посмотрим. Ну, крайне можно рекомендовать К50. Если на него будут скидки, он действительно хорош. Не знаю, насчет Ми-24 не играл. Этот Апач полковой. Наборный есть какой-то здесь. Я мало играл на вертолетах, поэтому сложно сказать. Руйволки. К50. А, ну, кисоразу забавный, но он не такой эффективный. Это вот на нарах чисто в самом начале летать. Денег-то стоят они еще. Прям не кисло. З-19Е, уверен, крутой. Потому что вертолет, который уничтожает другие вертолеты и самолеты, это просто супер токсичная техника. Эти китайские вертолеты. Ну, вы хотите их качать? Я, честно говоря, сильно сомневаюсь. Какой-то Тигр Хаб. Так, давайте, короче, Ми-28 А мне не понравился, но должен играться хорошо на самом деле, потому что просто я криворукий идиот. Потому что я его на нарах катал, а он на атаках должен играться хорошо. Тоже вроде отличный вариант. Ну, вертолетчиков у нас в игре не так много. Из авиации вы, наверное, хотите тоже узнать, на чем, собственно, качаться. Давайте я тоже кратенько пройдусь из того, что, по крайней мере, я знаю. А-6 Е-Трам за Америку сейчас имба для наземки, когда он перестанет ей быть, не знаю. На мой взгляд, самый универсальный вариант, самый лучший, это, конечно же, А-10А. Он и в воздушных боях может и прокачает вам ветку, и в совместных боях тоже не отстанет. Если хотите быстро прокачать авиацию, то Фантом 2, вот этот 4С, это лучший Фантом, который вы можете себе взять. У него есть НСЦ, у него хорошие ракеты, нормальный радар. На счет А-20, не знаю, не играл, но смысла как бы нет восьмого ранга прямо покупать. Ф5С, тоже нормальный наборный самолет, но, на мой взгляд, Фантом играется просто проще. Но если хотите руки прямые сделать себе, и, в принципе, он тоже более-менее нагибает, то Ф5С. Тут, на самом деле, вот практически все вот это, оно все зашибить. Поэтому брать, ну, я рекомендую, либо Фантом, либо А-10, но это лично мое мнение. Посмотрите кого-то, кто лучше понимает в авиации, если хотите. Также тут из веселого есть вот этот вот самолет с радиоракетами, но вы потратите на него просто какую-то абсолютную уйму бабла. Поэтому оно того как будто бы и не стоит. Если хотите весело поиграть на штурмовике А-2Д, эта хрень бомбит просто всю карту, абсолютно. У нее есть двадцатки, у нее есть какие-то просто невменяемое количество бомб. Стоит очень дорого, но как штурмовик суперкрутой. А также здесь можно подумать над грязлей. Если хотите сделать большие бабахи, это самолет с 75-мм пушкой, играется спорно, но если есть кому прикрыть, то он может выкосить нахрен всю вражескую команду. Фридрих просто суперхорош сам по себе, но он ничего не прокачает вам и не пофармит. Нафиг оно надо? Фармить на самолетах сейчас в принципе не обязательно. Вот. Все то же самое касается как бы других самолетов. Фарм потенциал у них пропал. Нафиг оно надо? Так что тут, если только вы что-то хотите сами попробовать. Самолет хороший тут есть. Вот тот же самый Фридрих. А6М2 хорошо играется. XP-50 хорошо должен вроде как играться. Многие говорят про БТД, хотя я его не понял. А кишка может 43-я неплохо должна играться. Но просто зачем? Мы давайте поговорим только про топовую авиацию дальше. У немцев это лазурь. Это, к сожалению, вот выбора у вас другого нет. Торнадо новый это просто ультракек. Чисто бомбовоз, да и тот говенный. Поэтому лазурь и страдать. Потому что лазурь, ну, далеко не самый сильный самолет. Это 21-й мигарь, который играет чуть ли там не против самых сильных самолетов. Правда, по-моему, у него был другой БР. Но, скорее всего, у меня просто стоит аркада, да? Да, у него 1-0. Он может попасть против 29-го мига. Ну и 21-й миг против 29-х, очевидно. Хе-хе-хе. Больно играется. Но, в принципе, жить можно. Да и вариантов других у вас, к сожалению, просто нет. А что-нибудь за голду интересное? Ну, Б-2. Это просто штурмовик, который способен в каменный век все забомбить. Но, опять же, если есть кому прикрыть. Само по себе. Як-1Б хорош. Да, он хорошо играется. Летающая лодка офигенная. Ну, смешная просто. Ил-2. Можно подумать над ним. Это из веселого и недорогого. Ну, и как бы, наверное, все. Среднеранговые. Понятно, что тут есть какие-то более-менее интересные машины. Многие скажут мне вот про этот Бобер. Но, Бобры сдохли давно. Абсолютно неинтересно. У советов для прокачки МИГ-23МЛ. К нему вопросов у меня откровенно нет. За голду здесь Як-38 и МИГ-21С. Я бы очень сильно подумал, брать это или не брать. Потому что, на самом деле, крайне спорные машины. На 21-м можно играть. Можно качаться. Як-38 для воздушных совсем нет. Ну, и для совместных, я думаю, тоже нет. Это чисто прикол и ради. Грача наборного брать можно для штурмовки. В принципе, норм. Су-39. Что-то там в нем поменялось. Вроде как он стал лучше. И, может, я поднатаскался. Но я на нем давно не играл. Говорят, норм. Лично я бы много раз подумал перед этим. Вот. Поэтому тут 23МЛ без вариантов. Бис и Ша, говорят, просто ультра имба брать стоит. Еще ультра имба это Су-11. Да, дорогая техника, да, не прокачает вам все. Но это просто играется. Просто офигительно. Из того, что еще здесь можно взять, подумать. Это, конечно же, просто Кобра. Можно Королевскую Кобру. Даже лучше. Она летает просто прекрасно на своем бояре. Это просто вообще вот мякотка-лакомка. Супер имба. Из того, что веселая пушечная чайка. Стоит недорого, летает круто. Ну и не знаю, что еще тут добавить. Пи-40 вроде нормально играется. Хэмблон тот же самый. Ну просто это уже совсем такое. Ну вот, тандерболты бы брать не стал. Бобры из штурмовики вот эти вот. Не стал бы, хотя они нормальные. В общем, просто не надо. Здесь для прокачки у востока британский фантом. Не самый лучший фантом, но и не самый худший. Жить на нем можно, хотя и тяжело. Для того, чтобы веселиться, что здесь можно взять? А что у нас здесь есть? МБ-5. Не знаю, как летает МБ-5. Мустанг неплохо себя показывал в воздушных боях. Но типа зачем? Непонятно. Он будет фармить, кстати, безумно. Абсолютно точно, если у вас будет получаться играть на нем. Хеллкет нет. Тандерболт нет. Слишком тяжелые, опять же, без прикрытия не живут. Хорнет нет, наверное. Спетух. У вас этих спетухов и здесь. Просто вам надоест. Виверна в наборе. Хороший очень штурмовик. Просто, наверное, очень дорого. Ну вот, можно подумать над этим. Рипера не надо. Это Сивиксен, это ультракек вообще какой-то. Поэтому фантом. Да, поэтому фантом. У Японии. У Японии из самолетов F-5 появился полковой. Ну понятно, что бабло на него не надо тратить. Это же полковая техника. У них вот этот фантом. Японский фантом, конечно, тяжелый. Но у вас другого варианта нет. Тут вообще нет. Просто авиации. Поэтому вот он. Посмотрите видос по нему. Он играется. На нем вы все прокачаете. Но он, конечно, такое сомнительная техника очень. Из того, на чем играть здесь, конечно же, ультра имбу. Пожалуйста, купите. Пожалуйста, купите. Мой вам личный совет. А7М1 пока не понерфили. Это самолет просто не со своего боевого рейтинга. Он вообще не из этой игры. Он виражит. Он летит. Он стреляет. Он просто ультра имба на этом БРе. Крайне рекомендую. Что в совместной, что в воздушной. Просто сношает все, что только может сношать. А все, что не сношает, ну, он топчет в землю. Также хорош Корсар для штурмовки мелких рангов. Но это чисто прикол ради. Но, с другой стороны, он еще и фармит. Поэтому можно подумать насчет этого. Тут еще много крутых самолетов есть. Но мы не будем про них сейчас говорить. Опять же, я не эксперт просто в этом. Не настолько эксперт. У Китая. А5С на самом деле это самолет, ракета-носитель, как говорится. Две ракеты дал. Пошел на филд. Сложно сказать. На J7D я по итогу так и не играл. Говорят, он норм. Но он сложный, потому что заднеракурсные ракеты. А5С это чисто для новичков. На нем можно прокачаться. Но он не так хорош вроде как J7. Шиньянг. Не знаю. Просто не знаю, как играется Шиньянг. Из того, что здесь Ки-84 вроде был норм. А6М2 должен быть норм. Ну и, в общем-то, все остальное мелкоранговое не буду даже рассматривать. Ну, я бы, наверное, J7 брал. Просто потому, что прокачает топовую авиацию. И учился на нем играть. У Италии это Тавка. 104-й очень сложный самолет. И во многом даже говеный. Но вариантов снова как с Японией нет. Только он еще хуже. Ну, вариантов нет. Берем его для прокачки. Ариету не надо. Это не надо. Г-55С. Хороший очень самолет. Брать имеет смысл. Чтоб было весело играть. И спидфайр тоже норм. Только непонятно зачем. В совместные бои с ним особо не сходишь. Румынский вот этот вот Хеншель Б2 норм. Но он просто не играется без прикрытия. А прикрытие вам никто не обеспечит. Так что тут без вариантов. И арка вроде нормально еще игралась. Но как нормально? Опять же в лобовые если ходить. Многие не захотят. Как-то так. Чё-то у Италии прям совсем все грустно. Здесь у нас Мираж. Ну и собственно про Миражей я мало что знаю. Да и вариантов как видите здесь вообще нет. Так что для прокачки только его. Из веселого здесь ну АД-4 штурмовик. Который в каменный век просто готов все разбомбить. Як-3 очень хороший самолет. Просто великолепный истребитель. Ну и как бы все. П-40 еще. Здесь больше нечего добавить. Тандерболты нет. Тяжелая супермашина. Здесь получается Дракен. Да. Супер сложный и страдальческий на самом деле достаточно самолет. Поэтому блин я не знаю. Шведов вообще лучше не трогать и качать своими ручками. Даже вот без этого. Не тратьте бабло. А-32 не знаю. Не играл даже. СААП. Хорош должен быть. Если это такой же СААП как ветки СААП. Ну дорого смотрю. Но это чисто как штурмовик. Поэтому непонятно нафига. Все остальное в общем не знаю. G6 примерский. Не надо ничего шведов вам. У Израиля Кфир Канард. Самый сложный самолет из всех представленных. Но у него вообще безумная динамика. Хорошие пушки и маневренность. Поэтому как бы да. Хотите научиться летать? Берете Кфир Канард. Он и нагибает. Если руки выправите. Ну и потом опять же научитесь играть вообще на всем чем угодно. Он не простой, но крутой. Ну и здесь больше нет ничего. Спитфайр Вейтсмана наборный. Да. Кстати. Тоже моя крайняя рекомендация. Как и с А7М1. Вот. Такие собственно мысли. Потому что можно взять. Из наземной и авиационной техники. По флоту пройтись не смогу. Вообще не играю на нем. А скидки может быть сегодня мы и видим, что обмельчали. Но по крайней мере это вот так люди говорят. А мне кажется, что нет. Потому что всегда все равно есть что выбрать. Техники в игре просто ну слишком много. Не считая может быть только шведской авиации. Ну а в остальном тут и веселых машин дофига. И качаться танков. У вас блин денег хватит на все. На этом на сегодня все. Благодарю всех, кто хотел услышать мое мнение. Вы услышали. Премиум аккаунт это must have. Это самое первое дело, что нужно взять. Это премиум аккаунт на год. И до следующих скидок так сказать. Ну а дальше уже думайте над прем техникой. На этом все. Благодарю всех за просмотр. Не забывайте поддержать этот ролик лайком. Если было полезно. Ну и можете воспользоваться моей ссылкой в описании. Если хотите отблагодарить меня еще и финансово. Если собираете что-то покупать в этой игре. Ну а на этом все. Всем удачи. Пока-пока.